50. То есть в половину, больше, чем в половину? Больше, чем в половину. Ну это то у нас, у других людей вообще ничего не осталось. А мы там проезжали, вот ближе к Ивашкино, это чья там была пасека, там несколько уликов стоило? А это, кстати, после этого у Афанасьева, главы сельской администрации, здесь вот, с нашего поселка Маяковска. Там у него, ну у него откуда-то появились еще пчелы, я не знаю, ули-домики, там не было. Но у него они тоже погибли в прошлом году при обработке? То есть он прекрасно знает у него. Сколько у Афанасьева было? 8, да? 8 семей было, да, у Афанасьева? Тогда, когда у нас погибли, и у него тоже. Да-да-да, вот там и у Зверева, и у Крутикова вы все как раз это проезжали. Там у Крутикова вроде вообще ничего не осталось, там после зимы все погибли. Когда мы туда приехали, я начал собирать эти рапсы, целлофан. Они говорят, мы, говорит, вносим какую-то подкормку, чтобы лучше росло. А то ли агроном там, я у него спросил, я говорю, ты кто? Я, говорит, вожу эти обеды. Я, говорю, с этой обеды, говорю, возишь, я говорю, пойду я возьму эти пробы, где они травили. Я этот рапс набираю в эти пакеты, он вышел за трактор этот, про кого я говорю, начал куда-то звонить. Говорит, что нам делать? Говорит, пчеловоды, говорит, приехали, стали возмущаться. Слышу по телефону, говорит, ты, говорит, собирайся, говорит, ты давай уезжайте. Они тут же все сложили, все свои и уехали. А техника была какая? А техника была, это, как его, стояли опрыскиватели, что вот протравливают. Ну, вы знаете, кому она принадлежит? Да, да, да. Ну, я посопровождал их, прям до самого, до предприятия у Фурманова. Прям оттуда они выехали и туда заехали, к Остенюку. Нет, нет, нет.